Всем привет! Есть теория, что если под видео о связанной организации оставить комментарий о том, какая тема из мира SCP интересует вас больше всего. Следующее подобное видео может выйти именно на эту тему. В прошлый раз было удивительное оживление. Вы оставили много комментариев, а потому все большие молодцы. И большая часть из них была за отдел необычных происшествий ФБР. Почему так вышло? Потому что истина где-то рядом. УНПФБР занимается тем, что расследует все происшествия, которые предположительно могут быть связаны с чем-то аномальным и необъяснимым. Вот только если люди работающие в этой организации действительно находят что-то, и это действительно невозможно объяснить законами обычного мира, это сразу же передается в фонд SCP. А в самом отделе остается в лучшем случае лишь муляж аномального предмета, который разумеется никакими свойствами оригинала не обладает. УНПФБР это очередная государственная организация, которую фонд SCP использует для своих целей, для обнаружения новых объектов и содержания имеющихся. Иногда SCP и УНП проводят совместные расследования. И информация о всех делах, которые ведет ОНП есть у SCP. Но если в SCP видят, что ОНП наткнулись на настоящую аномалию, тайный фонд забирает все документы и предметы по такому делу себе. Более того, фонд SCP, судя по всему, имеет над отделом необычных происшествий административный контроль, потому что в SCP-2414 видно, что некоторые объекты тайный фонд хранит внутри ОНП, а агенты ОНП всегда подчиняются людям из SCP. В то же время сам ОНП не обладает всей полнотой информации и знает лишь о существовании некой секретной организации, которая хранит все страшные тайны. Однако ничего конкретного сотрудникам ОНП не известно. Только то, что агенты фонда разбираются в происходящем куда лучше. Также оперативникам отдела встречаются некие The Suits, то есть костюмы, в смысле деловые костюмы. Костюмами, возможно, могут быть и высокопоставленные люди из SCP, и агенты ГОК. Так что SCP и ГОК, возможно, соперничают за влияние на ФБР между собой. При этом ОНП каким-то образом знают про мкид, лань змеи и стараются с ними не враждовать. Также им известно о повстанцах хаоса, вступать с которыми в бой также крайне нежелательно. В целом ОНП не очень успешна в своем деле. Многие аномальные существа успешно прячутся от их агентов, а некоторые сотрудники их организации сами оказываются замаскированными монстрами, которые легко внедряются в этот отдел. Например, один из сотрудников ОНП по сюжету SCP-378 оказался поражен мозговым червем, который буквально съел его мозг и управляет его поведением. Из-за этого свойства ОНП еще иногда расшифровывают, как опять не получилось. Основная проблема этой организации в том, что она не получает достаточного финансирования. В ней работают не очень профессиональные люди. В нее буквально отправляют работать тех, кто не подает абсолютно никаких надежд, да и в целом ей правительством уделяется не так много внимания. Ведь все ее расследования всегда заходят в тупик из-за того, что все забирает фонд SCP. И все, что остается агентом ОНП, это говорит, что никаких аномалий не найдено и истина где-то рядом. Потому и остальная часть ФБР смотрит на них скорее как на клоунов, чем как на коллег. Однако благодаря широкой сети агентов, ОНП довольно часто натыкается на что-то, что впоследствии переправляется в фонд особых условий содержания. Таким путем было получено больше 50 SCP-объектов. И агенты этой организации нередко первые идут в логово к монстрам, в проклятые леса и прочие подобные места. И первые встречают различных чудовищ, что нередко дают возможность фонду SCP не рисковать своими сотрудниками. Выходит, что именно фонд SCP больше всех заинтересован в том, чтобы ОНП с одной страны постоянно терпели неудачи? Ведь надо же поддерживать идею, что никаких аномалий нет. И в том, чтобы ОНП продолжали работать. Ведь фонд не может иметь слишком много агентов, каждый из которых будет точно знать, что аномалии есть. По этим двум причинам, а еще в силу того, что SCP обладает огромным влиянием на мировые элиты, ОНП продолжает свое существование именно в таком виде. Расследования ОНП на самом сайте SCP представлены в виде небольших статей, которые описывают людей, места и вещи, которые подозреваются в аномальности. Агенты ОНП следят за людьми и исследуют разные места, пытаясь найти доказательства аномальной активности, но по озвученным выше причинам никогда не находят. Мужик, которому подозрительно во всем везет. Фотографии гигантских улиток, радиоактивная собака, дом с полтергейстом и тому подобные удивительные вещи. Это то, с чем имеет дело эта организация. Даже на форуме Параводж обсуждаются и то более крутые вещи. Но несмотря на все это, так как люди из ОНП в принципе догадываются о том, что аномальные существуют, их иногда используют для охраны больших областей, пораженных неведомым. Например, в мире SCP город Портланд заполнен аномалиями настолько, что для предотвращения утечек об этом явлении весь город практически полностью контролируется агентами ОНП. Дальше сюжет этой организации плавно перетекает в описание загадочных событий в Портланде. А так как про Портланд есть отдельный хаб на сайте SCP, и за него можно голосовать в комментариях. Это будет отдельной темой для отдельного видео. В рамках этого ролика лишь скажу, что в мире SCP на территории Портланда открылось множество порталов и небольшой мир, который сам по себе состоит из города Три Портланда, который в отличие от настоящего Портланда, того что есть в реальном мире, набит всякой аномальной фигней чуть более чем полностью. ОНП каким-то образом удалось получить практически эксклюзивный доступ в эту местность, за счет чего аномальные возможности этой организации, влачившие до этого жалкое существование, значительно выросли. Фонд SCP особенно не вмешивается в эту ситуацию, лишь иногда отлавливая то, что слишком далеко убегает за пределы этой территории. В то же время ОНП наладил контакт со странными жителями этого маленького мира, в котором, к слову, оказалось свое государство, которое в свою очередь было не против того, чтобы вступить в дипломатические отношения хоть с кем-то из внешнего мира. Особенно дикой эта ситуация стала тогда, когда люди из этого параллельного измерения, которые сами по себе представляют из себя ту еще аномальную дичь, начали наниматься на работу в ОНП, постепенно заменяя в ней обычных людей. Они начали налаживать контакты с разными другими аномальными организациями мира SCP. Кроме того, через ОНП начинается проникновение жителей Три Портланда в другие части ФБР и вообще во все американское правительство, чего фонд SCP или не замечает, или не хочет замечать. Но на этом хап ОНП уже точно заканчивается и начинается совсем другой, под названием Три Портланда. И, конечно же, многие из вас уже догадались, что вся эта история от дела необычных происшествий очень похожа на сериал X-Files или секретные материалы, по сюжету которого агенты Скали и Малдор работают на ФБР, в особом, но не особо популярном отделе, к которому никто не относится серьезно и который специализируется на расследовании дел, в которых может быть замешано что-то потустороннее, а то и вообще пришельцы какие. Скали и Малдор сталкиваются с секретной организацией Синдикат, которая в курсе того, что пришельцы уже на земле, но никому не говорит. Все это крайне подозрительно похоже на хап ОНП и на самом деле можно даже особенно не гадать, потому что Брайт на реддите подтвердил, что изначально все так и было и ОНП это действительно X-Files в мире SCP. Но потом с развитием этой истории с Портландом оно стало чем-то совершенно иным. Различие изначально было только лишь в том, что в X-Files сюжет в основном крутится вокруг пришельцев и их присутствие на земле, чему в SCP в принципе уделяется внимание мало, хотя в каком-то смысле это отход от канона всех этих историй о секретных правительственных организациях, ведь все они изначально строились на теме пришельцев, да и сейчас именно такими историями и подпитываются. Ведь недавно Пентагон совершенно официально опубликовал видео с неопознанной летающей хренью, так что пришельцы в моде при любой погоде истинно где-то рядом. Кстати, на настоящем сайте настоящего ФБР есть отдельный раздел, в котором публикуются необъясненные сообщения по поводу замеченных неопознанных летательных аппаратов. Ссылка, разумеется, есть в описании, можете сами посидеть почитать. А будет мне как-то не лень, я может даже и переведу парочку из этих документов. Ну, для тех, кто не знает английского или может кому-то лень мозолить глаза об сканы низкого качества. Может, даже почитаю на этом канале, ведь что может быть лучше, чем читать настоящие секретные документы про пришельцев на канале про SCP? Что может быть лучше? Всем пока!